Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютной пары индексов на предстоящий день. Среда, 27 декабря и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы видим, что вчера пара не смогла закрепиться выше максимальных или минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу, то есть мы не получили подтверждения продолжения исходящего сценария, а сегодня с утра пара торгуется уже вблизи максимальных значений, которые мы видели вчера. Если евро-доллар удастся закрепиться выше отметки 1.1878, то уже вероятно завершение данной небольшой коррекции и продолжение роста по паре. Евро-доллар уход ниже отметки 1.1846 уже вернет нас к продаже, а значит и к продолжению коррекции по данной паре. Пара британский фунт и американский доллар также вчера торговалась довольно-таки вяло, не уходила выше ни максимумов, ни ниже минимумов. Поэтому на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется по данной паре. Ну а мы с вами будем следить за отметкой 1.3388, это максимум, который был зафиксирован вчера. Если британский фунт сможет закрепиться выше данного уровня, то уже вероятно завершение нисходящего сценария и продолжение роста по паре британский фунт и американский доллар с целями на 1.3468. Уход ниже отметки 1.3346 вернет нас к продажам по данному активу. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое нисходящее движение. Сегодня мы торгуемся уже ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Следующая цель это отметка 1.2638, но туда сейчас пара и стремится. Ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях вчерашнего дня. Это отметка 1.2727. В том случае, если мы увидим закрепление выше данного уровня, то уже вероятно завершение нисходящего движения и вновь переход к росту в рамках часового таймфрейма. А пара американский доллар и японская иена вчера смогла закрепиться ниже минимальных значений пятницы, что у нас возвращает к продажам по данной паре. То есть мы можем говорить о начале коррекционного нисходящего движения с целями на 1.1308. Первая цель, следующая на 1.11227. Возврат к покупкам по данной паре произойдет в том случае, если мы увидим закрепление выше отметки 1.1334, максимум, который был зафиксирован вчера. По австралийцу мы видим продолжение роста. Сегодня мы торгуемся уже на отметке 77.50. Следующая цель это область 78.07. Туда сейчас австралиец и идет. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях вторника. Это отметка 77.12, минимум, который был зафиксирован вчера. По паре евро-фунт вчера мы также видели торговлю вблизи максимальных значений пятницы. Не смогли закрепиться выше максимума 21 декабря. Пока такое вяло текущее движение по данной паре мы видим. Но пока приоритет остается на стороне покупок. По крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся выше отметки 88.63, минимум, который был зафиксирован вчера. Уходь ниже данного уровня вернет нас к продажам по данной паре. Ну а в свою очередь цели по восходящему движению это закрепиться выше отметки 88.92. Золото продолжает рост. Сегодня торгуется уже на отметке 1284 доллара за тройскую унцию на момент записи данного видео. Ну а следующая цель это 1295. Туда и идем. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях вторника. Это отметка 1274 доллара за тройскую унцию. Нефть марки Brent вчера преодолела целевые уровни по восходящему движению. Следующая цель уже находится на отметке 70 долларов за нефть марки Brent. И ближайшие цели закрепиться, во-первых, выше максимум, который мы увидели вчера. Это отметка 67.12. Ну и далее уже пойти на 70. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях вчерашнего дня. Отметка 6505. По индексу DAX на текущий момент тенденция нисходяще сохраняется. Рынок, точнее индекс DAX открылся для торговли сегодня. И, собственно, будем отслеживать, как будем торговаться в рамках диапазона. В пятнице верхняя граница отметка 13108, нижняя граница 13050. Если мы увидим закрепление ниже минимальных значений, то тенденция на ослабление сохранится с целями движения на 12896. Ну а в свою очередь, если мы закрепимся выше отметки 13108, то уже вероятно завершение нисходящего движения, которое мы видели на прошлой неделе. И вновь возобновление роста с целями на 13369 и 13514. По биткоину восстановление продолжается. Сегодня с утра мы уже торгуемся в области 16370 долларов за один биткоин. Ну и следующая цель уже находится на отметке 17500. Ну и целевое движение уже на 20 тысяч. Восстановление после коррекции, которое мы увидели в конце прошлой недели, началось. Будем далее отслеживать, как будет проходить развитие по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Желаю всем хорошего торгового дня и увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания. Продолжение следует...